Всем привет! Носимая электроника стала одним из самых главных трендов 2015 года. Я долго не поддавался веяниям прогрессу и не хотел надевать на себя браслет, который будет следить за мной 24 часа. У тебя просто денег нет нищего, брат. Че ты сказал? А ну повтори! Недавно я все-таки решился на этот шаг и расскажу про свои ощущения на примере Xiaomi Mi Band. Поставляется браслет в компактной картонной коробке, впрочем, как и все последние устройства от Xiaomi. Внутри нас ждет сам трекер, который имеет форму пилюли, ремешок и кабель для зарядки, который лучше не терять. Ну и, конечно же, инструкция на китайском языке с картинками, по которой, кстати, можно спокойно понять, как первоначально настроить браслет. Сам трекер выполнен из пластика и анодированного алюминия. На верхнем торце расположились три световых индикатора, которые отвечают за индикацию заряда батареи, спортивного прогресса и оповещений. Ремешок выполнен из гипоаллергенного материала и имеет множество отверстий для настройки размера. Браслет умеет читать шаги, пройденную дистанцию и калории, мониторить сон, будить в идеальное для этого время и вибрировать при входящем звонке. Все это работает на iOS. Для андроида доступны все те же функции, плюс дополнительные. Разблокировка смартфона без пароля, любые входящие оповещения, а также напоминания о бездействии, чтобы вы встали и растрясли свой жирок. Теперь расскажу про те функции, которыми я реально пользуюсь. Мне очень нравится умный будильник. Браслет умеет отслеживать фазы сна и выбирает именно тот период времени, когда вы находитесь в фазе быстрого сна. Многие говорят, что это оптимальное время для пробуждения. Для этого в настройках будильника необходимо активировать эту функцию. К примеру, сегодня он разбудил меня минут на 15 раньше и это нисколько не ухудшило мое настроение. Конечно же, основной функцией является подсчет шагов. Раньше я использовал стороннее приложение для айфона, которое считало мои шаги и при этом съедало процентов 30-40 от батареи. Теперь мне круглый день ведется подсчет моей активности и при этом с минимальной погрешностью. Например, при езде на скейте браслет не считает это за шаги, в то время как стороннее приложение для айфон считало это как шаги. Чтобы посмотреть дневной прогресс, необходимо зайти в приложение или сделать жест рукой, как будто вы хотите посмотреть время. А если вдруг ночью я захочу пострадать лунатизмом, я обязательно об этом узнаю из подробных графиков. Еще один неоспоримый плюс это то, что его можно вообще не снимать. Для моего мозга это было сложно представить, так как современные гаджеты приучили нас заряжать их каждый день. Xiaomi Mi Band может прожить от одной зарядки от 30 до 50 дней, в зависимости от того, как часто вы будете использовать вибрацию и сопряжение с телефоном. К слову, его прямой конкурент Jabon App держит от 5 до 7 дней. Кстати, постоянное подключение к смартфону не нужно, потому что в Mi Band есть встроенная память, которая записывает ваш прогресс, и потом в дальнейшем вы сможете синхронизировать все данные, полученные на браслет. По моим подсчетам, примерно дней 10 вы спокойно можете не подключать его к телефону и потом просто промониторить всю свою активность. Также он имеет защиту по стандарту IP67, и это означает, что с ним можно купаться. Идемте проверим. Блин, я надеюсь, он теперь работает? Фух, работает. Мне досталось первое поколение браслета, тогда как сегодня, 11 ноября, уже вышло второе поколение Mi Band, которое лишь немного отличается габаритами и наличием датчика, который считывает пульс. За предоставленный гаджет спасибо магазину Jedi. Пишите в комментариях свои мысли по поводу носимой электроники, пользуетесь вы ей или нет. И помните, что каждый лайк пинает меня на создание нового видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...